Само состояние приходит свыше. Нет ничего такого, что бы происходило здесь. Человек не шевелит пальцем свыше, если это не заставляет его сделать свыше. Как это? Нет травинки снизу, над которой не стоит ангел свыше, подстегивает ее и говорит расти. Конечно же, любое состояние дается свыше. Поэтому решение тоже не на том уровне, на котором оно проявляется. О любом состоянии в прошлом, можно сказать, иди к мастеру, что меня создал, это он. С этого момента и далее уже наступает время моего участия. Настолько, насколько я выбираю, своим свободным выбором. Выбор заключается в том, как я реагирую на состояние, которое Творец ставит передо мной. Приходит, будь то, какая-то мысль, какое-то желание, какие-то помехи, это уже все средства. Но в конечном счете, все эти помехи, они в сердце и в разуме. Как я на них реагирую? Здесь я должен построить, приготовить заранее систему, которая позволит мне правильно отреагировать. Меня спрашивают, как это может быть? Благодаря связи с группой, чтобы я мыслил с группой, чувствовал группой, и тогда всегда моя реакция будет правильной. И эта реакция будет выше знания, выше моего мнения, выше моего чувства. Если я буду реагировать на каждое частное состояние, которое передо мной раскрывается, через группу, через окружение. Так мы должны поступать. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за просмотр! Продолжение следует...